Мы здесь для того, чтобы открыть свое представительство. У нас теперь наконец-то появится человек, которому мы уделяем, который согласился быть нашим представителем, так как уже имеет опыт. Махабат, наверное, многие тоже не знают. Скажу по-честному, мы поработали с несколькими компаниями, которые приводили нам людей, они были авториками. Мы увидели, как все это происходит, как граждане Киргизии, находясь в Москве, получают услугу. Мы решили приехать сюда, несмотря и вопреки, мы здесь. Значит, о чем мы поговорим? Каждый из вас хочет получить американскую визу, каждый из вас хочет уехать в Америку. Сам я приехал 10 дней назад из Нью-Йорка. Могу вам сказать, что там здорово, что там нас ждут, что там хорошие заработки. Я думаю, вы все, наверное, перед тем, как приняли решение, приезжать в США, все это, наверное, для себя собирали, и у вас какая-то картинка есть. Так, ну, смотрите, значит, сразу я вам сам лично задам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас задействован в сельском хозяйстве? Вот занимается конкретным предпринимательством, связанным с сельским хозяйством? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть такие? Своё фермерское хозяйство? Частично. Частично, то есть, если есть, то есть вы один, да? Кто-то еще есть в сельском хозяйстве? Нет. Понятно. Ну, те люди, которые приезжают к нам, на 90% это ребята, которые занимаются сельским хозяйством, мы обычно под них подбираем программу США, которые они успешно выигрывают. Так вот, значит, у нас с вами, не у нас с вами, а у американского законодателя предусмотрела три варианта, по которым вы сможете уехать в Соединенные Штаты. Значит, первый – это неиммиграционные визы. Неиммиграционные визы – это когда человек едет в Соединенные Штаты и не имеет иммиграционных целей. То есть, неиммиграционные визы – это виза B1, B2, так называемый туризм. Виза B подразделяется на две группы – виза B1 и B2. Как правило, люди запрашивают визу и B1, и B2, кто-то ее запрашивает раздельно. Значит, B1 виза – это конференции, всякого рода мероприятий в Соединенных Штатах, встречи с деловыми партнерами. Вот сейчас, в данный момент, мы отправляем людей по спорту, по профессиональному спорту. Это тоже входит по группу B1. B2 виза – это виза менее распространенная. В основном мы запрашивают по встрече, допустим, родственников. Я еду к своим близким родственникам, либо я еду лечить свое здоровье. Любительский спорт тоже относится к визам B1. То есть, первая – это виза B1. Вторая виза – это виза F1. Если, допустим, человек едет по визе F1, это студенты, и едет он со своей семьей, то это виза F2. То есть, человек может поехать по визе F1 и взять с собой кого-то по визе F2. Особенности той визы или иной, мы с вами разберем, какие есть права и обязанности у человека у людей, которые ехали по F2. Это мы все рассмотрим. Третья виза – это виза Силанди. Это как раз то направление, которым занимается Макабад уже долгое время. И те, кто захочет поехать по этой визе, мы, соответственно, будем предупредить на вас, потому что у нас опыта очень мало в этом направлении. Мы можем только подготовить, брать на себя частично что-то, все остальное – это еще. Это работа на лайнерах. Руизные лайнеры. Значит, сейчас появилась новая виза, которую мы начали уже плотно заниматься в нашей компании. Это виза Е2. Она тоже не иммиграционная, но позволяет долгое время находиться в Соединенных Штатах, и езжать, выезжать. Она очень работающая виза. Мало кто ей пользуется, потому что это виза покупка бизнеса либо организация малого бизнеса США. Веду ее в кружок, потому что эта виза мне очень интересная. Хотел бы больше о ней рассказать. То есть, виза Е2 – это покупка либо организация бизнеса США. Всего она, по-моему, предусмотрена для 6-7 стран, и Киргизия входит в это число. То есть, вы можете либо организовать новый бизнес, для этого просто достаточно идеи. Нет никаких лимитов по деньгам. Кто-то думает, что если я хочу купить и организовать бизнес в США, мне для этого нужно от 50 или выше тысяч долларов. На самом деле, это неправда. Никаких лимитов по этой визе нет. Главное что? Главное – ваше желание. Главное – компетентность. Мы об этом поговорим чуть позже. Что такое компетентность и как компетентность влияет на положительное решение визе. Это тоже очень важная тема, о которой мы поговорим отдельно. То есть, виза Е2 – у вас есть идея. Вы хотите реализовать ее в Соединенных Штатах. Вы можете обратиться к нам. У нас есть представительства, у нас два представительства в Нью-Йорке. У нас, среди нас, есть паралегал. Это человек, которому осталось полшага до статуса адвоката. Это Марина. Она работает у нас по ЛГБТ-направлению, по кейсу на политубежище 1, в том числе и по визам Е2. То есть, это подготовка бизнес-плана и отправка его в департамент иммиграции гражданства для рассмотрения. То есть, в итоге вы можете получить визу Е2 и заниматься бизнесом. Главное что? Главное показать, что у вас есть какой-то оборот, что вы готовы и можете своим бизнесом обеспечить себя первое время. То есть, если вы на это способны, если ваша профессия позволяет в США это организовать, не зря я спросил российское хозяйство, потому что это тема, которую тоже можно выделять в отдельное направление. Вот. Эта виза не иммиграционная. То есть, по этим визам вы можете ехать в Соединенные Штаты, по этим визам вы можете там находиться. Значит, по визе B виза – это 6 месяцев пребывания. Дальше вы должны уехать из Соединенных Штатов и вернуться только спустя 6 месяцев. Если вы были в США 3 месяца, то, соответственно, 3 месяца вы там побыли, уехали, вернулись опять через 3 месяца. Значит, по визе F1 вы можете находиться один год. Виза F1 позволяет вам через 2-3 месяца получить Social Security номер. Это номер социального страхования. Где-то через неделю, 2-3 вы можете получить разрешение на работу и спокойно работать по этой визе. Но главное, что вы должны учиться в школе. То есть, это может быть колледж. Наша компания «Атлант» работает с колледжем «Эйса». Это колледж на Братвее. Я делал на своем канале на YouTube даже видео, как устроиться на курсе английского языка в США. С русским языком и без английского. Когда вы приходите, вас встречает менеджер. Можете посмотреть на нашем канале. Я видео буквально. Спасибо, Андрей, это налагивает. Но опять же, здесь есть сезонность. Насколько разумеется? Сейчас в феврале вместе запросим. По Е2 визе можно запрашивать в любое время. Значит, это не иммиграционная виза. Это самая распространенная, которую мы, как правило, запрашиваем. Значит, следующий момент – это виза иммиграционная. Самое главное при иммиграционных визах – это знание английского языка. То есть, если английский язык у вас не очень хороший, то вы можете из иммиграционных виз запросить только визу L1, L2. Это виза, когда вас берет на работу компания, которая здесь имеет большой крупный оборот, и она делает вам переход из главной компании, филиал. В данном случае английский язык не нужен, но эта виза достаточно долгая. Ее делают обычно год, бывает даже дольше. И по деньгам она стоит не очень дешевая виза. Следующий момент – виза иммиграционная. Это H1B виза для некоторых стран – H2B. Виза для жениха и невесты – K1. Это все иммиграционные визы, которые тоже можно запрашивать. Ну и третий момент, самый важный – это когда человек может ехать вообще без визы. Это два вида паролей, так называемое политическое убежище. Политическое убежище может быть как пароль в общественных интересах. Это когда вам заочно дают статус беженца. Если, допустим, лимит 10 тысяч человек на год исчерпан, то вам дают статус пароля. Выдавать вы можете в своем посольстве, либо уже находясь на территории Соединенных Штатов. Тоже интересная программа. Если кого-то вас заинтересует, завтра мы будем в офисе и по трем этим направлениям можем с вами проводить. Так вот, ну сейчас я так думаю, что большинство из вас хочет, наверное, рассматривать не иммиграционную визу. Да? Или нет? Да? То есть английский язык не у всех хороший. Да? Или есть у тех, кто может спокойно запрашивать иммиграционную визу? Есть такие? Есть. Да, ну давайте я начну с самой распространенной, с не иммиграционной визы, как она формируется. Самый такой главный вопрос, есть ли гарантия при получении американской визы, которая не иммиграционная. Я могу сказать, что она есть. Она есть, когда вы соблюдаете полностью требования американского законодательства и вы готовы. Значит, что мы делаем, когда клиент приходит к нам в офис и хочет получить туристическую визу, либо студенческую визу? Давайте начнем с визы B. Я иммиграционная виза. Рисую, как всегда, свою любимую дружочек. Дружочек делится на четыре части. Назовем это кейс. Это то, что мы формируем в процессе работы с клиентом. Этот кейс формируется таким образом, что, первое, это визовая история, второе, деловая активность, третье, это то, что вы делаете в Соединенных Штатах, и четвертое, это другое. Разбивается на процент. То есть, если вы запрашиваете визу и вывезете. Прежде всего, у вас должна быть визовая история. В моей практике, я занимаюсь этим уже более десяти лет, не было ни одного человека, кто получил туристическую визу с пустым паспортом. То есть, если у вас пустой паспорт, и вы хотите запросить визу B, то это фактически нереально. Может быть, кто-то где-то проскакивал, я вам расскажу, что такое лимиты на страну, и расскажу, каким образом люди въезжают сюда в Соединенные Штаты чуть позже. Смотрите, значит, по визе B 70% должна быть визовая история. То есть, если вы не набираете в своем визе 70%, то запрашиваете визу B, это однозначно, что идти сразу пустым и получать отказ. Одна поездка в Шенген дает вам 20%. Это может быть Шенген, это может быть Китай. 20%. То есть, должно быть не менее трех поездок. Вообще, на самом деле, лично я, когда готовился к получению визы, у меня был полный паспорт Шенгенских виз. Так как я работал в Евросоюзе, ну, не то, что даже работал, а часто доездил в дневной активности. То есть, 20% нам дает визовая история. Следующий момент – это деловая активность. Деловая активность должна быть 20%. Причем, есть такие профессии, которые, наоборот, снижают нам эти 20%. Они повышают. Например, если вы водитель грузового автомобиля, и вы показываете в анкете ДС-160, это анкета, которая заполняется в посольство, что вы водитель грузового автомобиля, это означает, что вы приедете в Соединенные Штаты, будете там работать на трак-драйвере. Трак-драйвер. Это зарплата от 7000 долларов и выше. Однозначно вы снизите здесь себе рейс. Если вы работаете, допустим, где-то в найме, с какой-нибудь невысокой зарплатой, соответственно, вы не получите своих 20%. То есть, здесь нужно показать вашу деловую активность.